ПОБЕДА БУДЕТ НАТА!!! Да, был сбит. Был сбит. Он летал под городом. После того, как высадился десант, там был бой. И после этого он лечил здесь, на этой стране, я не знаю, как она называется. Его сбили. Российские войска, казаки, вы их не поддерживаете или поддерживаете? Нет, я их не поддерживаю. Скажите, брат, как вы относитесь к ситуации, которая существует? Не могу не сказать, просто вы можете верить, можете не верить, но мне пленный один рассказывал, опять-таки, то ли из Донецка, то ли из Луганска, то ли из региона, как эти казаки его маму кошмарили. И он там порешал через Захарченко, чтобы они перестали ее кошмарить. У нас казак, нам построили. Филипп, который Мариуполь с танка валил. Ну это же он, не может. Возможно. Я ж не помню каждый разговор. Хотелось бы, чтобы наладилось, и была только одна Украина. Служны ли крымские казаки, донские казаки? Нет, нет. Как вы считаете, какой выход со сложившей ситуацией, лично ваше мнение, гражданина Украины, которые поддерживают единую Украину? По-хорошему, если не понимают, по-хорошему... Армия должна работать. Вы верите в том, что армия это не хунта, как передают Россию? Я вот буквально проехал 60 км назад, но это просто бандит. Понимаете? Я 25 лет за рулем, но вот это вот наркоманы, алкаши... С оружием. С оружием, беспредел... Это ужас. Мы тут же не первый раз видим. Когда нас проверяли чеченцы, это был, конечно, ужас. Вот что творится? Как бы российское телевидение передает, что украинская армия беспредельствует, грабят, стреляют градами, убивают мирных жителей. Нас останавливали очень культурные и приятные люди. Просто любо-дорого смотрите, понимаете? Мы на русском говорим, но мы... Это фейк? Вот эти люди. Просто почему наш военный спрашивает, задает эти вопросы? Потому что уже российская пропаганда тогда пошла работать и уже тогда на полном ходу там рассказывали о том, что убивают, грабят, короче, вообще не люди и так далее. Короче, еще одну историю из Донбасса, хорошо? Это, мне кажется, было в Славянске или в Краматорске. И там был тип тоже там за Россию, вышел поддержать и так далее. Я его спрашиваю. Слышь, чувак, реально, типа, ты за Россию? Он мне сказал, знаешь, что сказал? Да нет, я просто хочу Лексус. Нормально, да? Вот то, что говорят, там выходили, грабили и так далее, чтобы бандитист полнейший был. Да, тип вышел, потому что он хотел Лексус. Да, вообще, это маргинез общество был. Все? Ну, Элита на тот момент выезжал в Донецк, в Уварской области, которые были завязаны на Киеве, имели большой бизнес. Понятное дело, их ущемляли, понятное дело, они выезжали. Они имели предприятие на Донбассе. Естественно, пришлось их... Хорошо, тогда... Все это было, конечно. Да, хорошо, тогда вот мы говорим об этом, о референдуме. Вот просто скажите, да, вот вы говорите, что элита выехала. Кто тогда ходил на референдум? Вот этот? Население я не считаю. Обычно? То есть, да. Я не считаю население, среди которого находился я, работник там, металлургии, там, по ремонту. Вы выходили. Да, да. Как вы показываете низкий слой населения. Не, ну, я вам просто вот факты привожу, да? А еще хотите, ну, я немного приколов порассказываю, да? Да, давайте я немного порассказываю приколов. Славянск, да, это утро, вещают там иностранные журналисты. Вы говорите, там, низшие и высшие слои населения. Вещают иностранные журналисты, идут два пацана, подходят ко мне и говорят, браталла, дай двадцатку на бутылку. А я говорю, нету. Он говорит, мы здесь отстаиваем, как бы, Донбасс. Стояли всю ночь на блокпосту. Я говорю, нету, ребята, да? Они так смотрят на иностранцев. И говорят, может, дайте нам набросить, типа, двадцатку. Я говорю, а я такой думаю, ну, чтобы, как бы, отвалили от иностранцев, сейчас будут качели. Я говорю, ребята, вы что? Это же долбаные империалисты. Вы же Раша. Они так на меня посмотрели и так говорят, братан, спасибо. И ушли. Ну, то есть, вот с такими я там общался. Вот эти все за референдум и так далее. Ну, это я лично видел. Ну, тогда надо было брать интервью, допустим, у избирательных этих... Мы брали. Участков, когда население у города подходило. Мы брали. Хорошо, еще. Неужели все просили на бутылку? Наверное, они там дефактные люди приходили с детьми. Я тоже интервью расскажу. Это уже Славянск. Иностранные журналисты берут, почему голосуют и как голосуют. Человек говорит, потому что сейчас придут с Киева и всех будут вешать на деревьях, потому что мы разговариваем русским языком. Я перевожу эту всю штуку. Итальянцы мне говорят, ты не так понял их? Типа, как будут вешать на деревьях? Я говорю, да нет, мне все отлично типа с итальянским языком. Еще раз переспрашивают их. Тоже жители Славянска говорят, что сейчас придут с Киева и будут вешать на деревьях за то, что они здесь разговаривают русским языком. Итальянцы подвисают. И между собой я слышу, говорят, как мы это будем давать в эфир? Ну, то есть им тяжело понять, как объяснить, что люди здесь в это верят. Вот это все пропаганда. А чтобы не было пропаганды, она не из той страны. Если российские, то это правильно. Объяснил теперь я. Все российские топ пропагандисты, такие как Соловьев, Скобеева, все-все-все-все-все, они целыми днями кричат о том, что надо воевать, надо идти на войну, надо мобилизовать всех, надо, в общем, надо побеждать и так далее, и так далее, и так далее. Они это делали еще до 24-го. То есть сразу же 24-го они начали эту всю историю раздувать. Россия идет сюда, заходит, начинается полномасштабное вторжение. Я беру российских солдат, это, собственно, была моя идея сразу же. И сначала я, конечно, в эфиры выходил, пытался с родственниками разговаривать. Потом беру российских солдат, начинаю с ними разговаривать. Чего ты сюда пришел? Ну, допустим, у меня был приказ, я понял. А какая твоя цель, какая твоя мотивация, вот лично по-человечески, как ты видишь эту войну? Ну, и сижу разговариваю, да, и вот в этом срезе показывается, что россияне, они, собственно, вообще не понимают, зачем это нужно. То есть у них личной мотивации нет вообще никакой. Ну, и с российской стороны, естественно, называют меня пропагандистом тоже, да. Ну, я как бы говорю о том, что необходимо войну остановить, а те кричат, что необходимо гибнуть. Только разница в том, что их дети не воюют на этой войне, их родственники не воюют и не гибнут на этой войне. Все их виллы, которые находятся на загнивающем западе, они о них почему-то предпочитают не говорить. И если Россия зашла сюда под их пропагандой, да, а я пытаюсь это контраргументировать, то что тогда? Чем я занимаюсь? Пропагандой? Максимум контрпропагандой. Максимум, что можно назвать. А на самом деле я просто пытаюсь донести какие-то реальные вещи. Вот, например, все пропагандисты, да, кто-то слышал, что подожгли виллу Соловьева в Европе? Никто не слышал, да? Вы видели, вот чем они владеют в Европе и так далее, в загнивающих странах НАТО? Совершенно верно, это правда. Совершенно верно. Но я к чему это веду? Все эти люди, которые говорят плохо о Западе, о НАТО, имеют недвижимости и так далее, все на Западе. Учатся в Штатах и в Европе. То есть я о чем говорю? Всегда надо искать причину и следствие. Сколько лет тоже было еще после того, как говорится, после 14-го года, сколько в Порошенко было, как говорится, бизнес был? Нет. В России был? А я что, адвокат Порошенко, что ли? Об этом никто не говорил. Я не об этом говорю, я говорю вам о том, что всегда надо искать причину и следствие. Понимаете? Причина – это, естественно, российское вторжение, а все остальное – это уже следствие. Если вы будете отталкиваться от того, что Россия начала интервенцию на территории Украины еще с 14-го года с аннексией Крыма и пошла дальше, вы тогда все поймете, для вас станет все очевидно, все понятно. А когда, ну когда еще жители Луганска, Донецка со мной пытаются говорить о Майдане, я с радостью общаюсь и я говорю, да, много где были неправы, там, много странных вещей, там, да, но все бы осталось бы нормально, если бы Россия не зашла и дальше бы жили, и как-то бы все наладилось, как после поворачивой революции. Да, 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 да. Но когда россияне мне начинают говорить про Майдан, у меня просто глаза на голову плезут, я не знаю, что с этими людьми делать, просто как с ними разговаривать, просто потому что какое тебе дело до того, что у нас тут вообще в Украине произошло? Какое твое дело? Ты человек, который пришел сюда с оружием убивать, который не может свою цель объяснить и не может объяснить свою мотивацию, ты будешь рассуждать про то, что у нас в Украине происходило на Майдане в 14-м году? Да нет, вот, например, да, вот, просто пример, Стас, Болотная площадь была, да, в России, в Москве? Да, там были выступы большие, правда? То есть это все подавили. Исторический факт, несколько лет назад, правда? Вот мне, как украинцу, вот, ты думаешь, мне это интересно? Ну, смотри, я типа Путина не поддерживаю, вот, ну, мы просто общаемся. Я сейчас узнал, что Россия сама себе дома там взрывала, были такие вещи, чтобы, мне это не интересовало никогда. Да, нет, ну, просто аналогию я привожу, да, я это прочитал, да, вот Путина мы не поддерживаем, в принципе, да, вот хорошо бы было, чтобы Путин там ушел. Но Болотная площадь не состояла, всех разогнали, там, дубинками подубасили и так далее. Я это прочитал, отставил, как бы, ну, ну, хорошо, но это другая страна, это их проблема, правда? Да, россияне все знают о Майдане. Все, 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 все. Ну, может быть, нет. Ну, вот человек мне вчера конкретно спрашивал, а сколько у вас людей на Майдане? Сколько у вас людей? Нет, я просто спрашиваю, ну, хорошо, можем адресовать вам. Да, то есть мы говорили, 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 и тут мне поступает вопрос, сколько у вас людей на Майдане сожгли? Да. Ну, интересно вам Украина? Сожгли я не говорил. Ну, все равно, сколько у вас там поубивали. Ну, хорошо, и что? Ну, и что? Как это начинало? Украина сама себя в какую-то загнала? Хорошо, Украина. Вы в чьё? Вы в чьё? Вот они меня спрашивают про интервью. Вот прикинь, наш солдат в России сидит и вот так вот говорит, Россия сама себя в жопу загнала. Ты прикинь, ну, где показываешь? Не началась это отсюда. Какое вам дело? Ну, вот вам... Мы не ищем то. Точка предкрименновения началась с вас. Потому что вы влезли в нас. Янукович. Мы вас не влезли. Да, вы в нас влезли. Вот какое вам дело до Януковича, до Майдана и так далее? Какое? Вот объясните мне. Все никакого. Вот мне никакого. А что же вы об этом говорили? А что же у вас вам никакого? Я говорю, что все началось у вас. И что? Какие это? Да, это вот началось... Оно в том-то и дело, что началось у нас. Чего вы сюда полезли? Разрослось уже. Нет, это не разрослось. Это вы сюда полезли на танках. Сейчас мы это будем смотреть. Уже частично видели. А, ну вы прилезли в 22-ом ходу. Ну хорошо. Ну вот, есть у вас Навальный, Путин, там, кто был? Немцов, которого убили, да, и так далее. Да у них все хорошо. Нет, да, ну, у вас все хорошо. Зато у вас, ну вот Майдан. У них все хорошо. Вот Майдан, вот проблема с Майданом. В частности, там Архангельск, например, выглядит так, как будто его реально бомбили 8 лет. А у Хангельского, он нормально, тебе расстраивайтесь, и все там будет. Все, все, все. Ничего страшного нет. Поэтому мы все за Украину. У нас карматурки не снимают. Которые поддерживают кого? Конечно. Кого поддерживают? Украину поддерживают. Конечно, Украину. Единую, не федерализацию. Мы надеемся на то, чтобы к нашей федерации присоединятся и другие территории, которые называются Юго-Востоком Украины. Почему этот пи*** из России по фамилии Бородай? Ну что-то там надеется у нас в Донецке, вы не знаете? Ну, поставленное лицо. О, вот именно, поставленное, России. Как? Потому что влезли. Что там должно было быть? Вот Бородай должен был быть, вот это, другие регионы, это должна была быть. Как называется? Новососия, да? Ну, Новососия, да. Новососия, да. Ну, для примера, вот как встречают россиян на... Чё это, вы военные, вам виднее, на чём они там ездят, да? То есть наших они сдерживают, чтобы не зашли. Вертолёты сбиваются, россияны заезжают. То есть до того, как авиация там куда-то прилетела и что-то началось, была куча событий всяких, да, которые почему-то игнорируются. При этом чувак с камерой, ну, я бы на его месте, конечно, снял бы общий план. Потому что вот это вот молодцы, может кричать вполне и пять человек, да, совершенно спокойно, да? Но нет, вот как-то так всё, знаете, под одним ракурсом. Мусульман, которые приехали защищать, защищать Россию, защищать русских, защищать интересы этой страны. 26 мая 2014 года в районе Донецкого аэропорта в засаду попал КамАЗ с ранеными бойцами батальона «Восток». Погибло 37 ополченцев Донецкой народной республики. Бой за аэропорт Донецка в понедельник. Среди бойцов ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики встречаются и люди, похожие на выходцев с Кавказа. Откуда они здесь? Бородонецка заявил, что среди раненых, поступивших в больницы после боя, есть и жители Чечни. Получается, что участие чеченцев в боях близ Донецка никто и не отрицает. Балаку славу! Балаку славу! Балаку славу! Вот еще чего не понимаю, есть ли они такие герои, новосой, чего-то там. Что они в масках все? Что такое? Почему они выглядят как бандиты в балаклавах? А, вот, да-то, да. Сейчас будут ходить здесь шмоны. Смотри, то есть референдум уже прошел, все законно, да, ребят? Все законно. Все прошел, все законно, все ходят и так далее. Они в масках. В чем проблема? Холодно. Холодно. Точно. Майя, 28 числа. Объяснить мне, почему в масках? Все законно, народ Донбасса провозгласил. Показывает сюжет, дети отнимают бойцов ВСУ. Полин тоже в масках. Сейчас? Сейчас? Да, да. Лето. Потому что это бойцы ВСУ, которые воюют с россиянами сейчас. А те почему? Потому что это пришли. Или в кадр им запрещено. Пришлые пролезли на Донбасс, они свои рожи прятают. Все. Пришлые, да? То есть это не донбассцы. А то есть сейчас... Какими бородами? Нет. Ну, кто его знает? Ну, сейчас скажут, что там, что это... Это шахтеры. Ты хочешь сказать, Дон, что это чеченцы, Дон? Это чеченцы... Ну, чеченцы там были. Я ж не знаю, что это там было. А там же... Кстати, кадыровцев кто-то на фронте видел просто прикол? Не? Видел? Не? Да? Зато там, где трупами постелило россиян, ДНРовцев, ЛНРовцев, там могут Дон ТикТок проехать, снять. Не, мне знаешь, что... Захватили. Они Киев захватывали раз 500, наверное. Мне один рассказывал, когда, типа, чеченцы приехали после боёв. Ну, они там стояли, их... Там было Рубилова с ВСУ. Они как бы остались живыми, слава Богу. Потом приезжали эти чеченцы со Сникерсами и с Кока-Колой. Вот этот ТикТок поснимали, дали им по Сникерсу и Коля и назад в тыл. Так вон Филипп этот рассказывал, как танк, говорит, подъезжает к Мариуполе, подходит этот кадыровец, говорит, стреляй туда. И он начал валить по домам, по жилым. А эти, короче, в селфи-чки там делали. Я просто понять не могу российский менталитет. Ну, типа, великая Россия, великий русский народ. И все молятся тупо на одного бородатого чувака, метр сорок ростом. Там вообще бессмысленный какой-то, тупо бессмысленный гном какой-то. Как так? Что с вами произошло с россиянами? Почему он у вас такой герой большой? Почему у вас Пригожин сейчас стал героем, который зэков тянет на войну? Как вообще офицеру российской армии, который себя уважает, честь офицерская и всё такое, воевать плечом к плечу с насильниками-убийцей? Заки, Заки. Ну как? Вы будете отрицать, что их набирают? У меня подразделений нет. Они же, наверное, отдельно набирают. Ну, они как бы в составе Вагнера воюют, но вы понимаете, что во время боевых действий пересекаются со всеми и стать плечом к плечу одного подразделения, с другом это... Которые идут с одной стороны, это... Пересечься с ополчицами, тот самый, кстати, мы же не знаем... Ну что же вы взяли ополченцев с наркоманами и насильниками с вами? Ну так они же ополченцы... Стас, 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 извини, ну нельзя так с народом Донбасса. Ну они же ополченцы... Ну они же ополченцы... Ну ребята, ну можно что-то сказать, ну вас запустили до уровня зэков и насильников, ну вы же ополченцы. Я же спрашиваю, а как должен себя чувствовать российский офицер, который пересекся плечом к плечу с насильником, убийцей, ведь что он спидозным? Я говорю о том, что... Кто? Да, ну штрафбаты были, понятно. Но они выглядели как штрафбаты. Да, убийца была, вот я здесь говорю, здесь есть кто на малолетке еще сидел, да, я с ним разговаривал на прошлой неделе, его забрали прям с зоны. В российскую армию? В российскую армию, да, его забрали, пришли с Минобороны, он нам это рассказывал и говорит, пацан, мы тебе с костюм полгода строка или иди воюй на войну, и он пошел. Сидел? Да, сидел. Сколько лет? Двенадцать. Двенадцать, за что? 105-я, 2-я, 158-я, 3-я. А то что? 105-я, 2-я, это убийство, вот сейчас меня оставалось 9 месяцев, приехал в Министерство обороны 26-го числа, 26-го чего? С сентября, вот, с начальниками оперативного отдела обсудили, запирали там, ну, дела там личные. Стоп, давай немного вернемся, да, вот взяли дела, с тобой разговаривали? Ну, да. И что предложили? Разговаривали, сказали, что, вот, вызывали там, вызвали, сказали, что, вот, если, ну, желание, если есть желание, хочешь, ну, съездить на войну на полгода. На полгода, да? Да, полгода там побудешь, если все нормально, все, можешь быть уже свободен на все четыре стороны. Опять, упираемся в ту же самую историю, наемник, не наемник, да? Одно дело, когда человек вышел, официально пошел в Украинский ВСЦУ, прошел какое-то определенное обучение, взял форму, военник получил, пошел. Одно дело, и совсем другое дело, когда, и это просто с копом людей взяли, чтобы вы понимали, их доставляют на линию фронта вперед, они все еще как зэки, то есть их все еще охраняют, их там в Донецке могут закрыть еще в заброшенную зону, там, через кормушку им еду давать, то есть они еще остаются на уровне зэки. И только потом, в конце, без какой-либо подготовки, как правило, да, может быть, есть исключительные случаи, но как правило, им просто выдают сброю, и вон твой окоп, и вот так вот, как мясо. Вот знаешь, сколько человек приехало, вот я вспомнил, Стас сказал, вот зоны позабирали вот этих всех зэков, на Мулина, мне кажется, их привезли, все вместе было 240 человек, это все сидельцы, и все, они теперь военные русские. В 15-м там меня закрыли, вот, попал я на 124-ю зону, вот, привозили ребят наших, те, которые сидели там по 8, по 12 срока, значит, приехали вояки, забрали их на войнушку, ну, все. Парень получил очень многочисленные ранения, вот, его привезли обратно на МОП к нам же, что у нас на территории лагеря была МОП, межобластная больница. Привезли его обратно, и все, и там он и остался, и даже ни дня не скостили. Срок продолжился с того момента, как он, как его привезли обратно на МОП, то есть на территорию лагеря. Это возмущительно. И все, и он дальше сидел, и, ну, концовка его уже нет. Ну, понимаете, там, где, как бы, псевдо-страны с псевдо-названиями и с псевдо-управлением имеют псевдо-права, тут такое дело. Хотя, в общем-то, Россия, она вроде как общепризнанная, а там прав у людей тоже нет, поэтому тоже тема для дискуссии. Проверяем этажи его. Откройте, откройте архив. Опа, 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 опа. Открывай. Да люди, мы сейчас сами зайдем. Вообще у нас здесь не всегда стоит. Будьте. Я за Украину. Ну, а мы за Россию. А я из Тульской области, я за Украину. А нам наплевать на тебя. А мне на вас. И они ей кричат фашистка? Нет. Нет, Россия кричит. Россия, а сейчас, не-не-не, подожди, сейчас будут. Это фашистка же, фашистка. А наша фашистка, серьезно? Ну, посмотрите на эти лица, на них ни капли, ничего человеческого вообще не осталось. Ну, это же происходило. Ну, это же женщина, которая стояла с паспортом украинским. Она же имела право, наверное, на свое. Почему же так вот никого не интересует право тех украинцев, которые были за Украину? Ну, все вот акцентируют внимание на вот этой вот непонятной толпе, которая проходила. При том, что они все кричат ей проплаченное. Ну, я почти уверен, что им как раз за это и заплатили, за эту проходку. Ну, вот так вот все перевернуто. Правильно я ничего не упустил? Так было? Да, я знаю. На нем уже российский флаг висел, то есть был произведен удар. Об этой истории она настолько уже обросла версиями и мифами, что я, если честно, я опускаю руки просто. Было якобы два каких-то самолета, которые один улетел якобы в сторону России, второй якобы в сторону Украины. Никаких опознавательных знаков на самолетах не было. Почему вы решили, что это украинский самолет? На тот момент авиация заходила, и не раз, допустим, 14-й год, как уберет, у нас по городу Инакиево. Ну, не конкретно над Инакиевым, а уже там дали Инакиево. Они были, ну, их-то много было. Чем сбивали? Ну, оружием чем? Чем сбивают самолеты? Там, чем их сбивают военные? Чем? Ну, гей. Ну, просто у самих по себе, у самого по себе тамбаса, как все говорят, ну, у них не было такого оружия, которое в состоянии сбивать самолеты. На складах, на складах Донецкой области. С утесом. Утес был? Утес был. Не российский. Прилеты их на территории, для чего-то это был прилет, значит, был приказ для чего-то прилетать. Для чего? Ну, акт устрашения наносить авиаудары. Вот это вот все, что вы видели, так что российские БТР, российские войска, это все для вас не аргумент. Вы пришли к акту устрашения. Понимаете, на тот момент конфликт уже вышел из-под контроля. Да. Его уже не могли контролировать. И тогда уже, допустим, заходила техника с Российской Федерации. И третья, да. Так почему акт устрашения, а не война? Ну, это уже не объявляли об этом, допустим. Украинские власти не вводили войны. Там не Бухен, как кто это называется. Это тоже спецоперация, а не война. Но 100 тысяч, которая в земле лежит, она уже, ей уже безразлично. Можно один вопрос, но очень коротко. Малайзийский Боинг, все помнят? Да. Кто сбил? Тоже был. Я не знаю. Что? Не знаю. Не знаю, кто сбил. Не знаю, кто сбил. Не знаю, кто сбил, да? Хорошо. Россияне принимаются ответы. Все есть, трекеры и так далее установки. Кто сбил? Я спрашиваю с Донецка, Луганска. Кто сбил МН17? Да, тоже пачком. Кто сбил? Кто сбил? У них свой мир. Кто сбил? Но нам простолюдины знают, кто ебал по Луганской ОГА. Просто людины знают. Кто сбил МН17? Точно знают, что били украинцы и били и по детишкам специально стреляли. Это вы знаете точно? Точно, да. А про МН17, да кто его знает? Вы, кстати, в курсе, что Международный суд уже уже решено? Да. В курсе, да? Конечно. Хорошо. А? Лексуани. Как это? Кто? Россияне. Россияне. Сколько человек нужно для БУКа? Ну, расчет, наверное, там такой. Ну, сколько человек нужно для БУКа? Ударили и будет же с БУКа, правильно? Россияне, военные. Сколько человек нужно для расчета? Какой точка его? Нет, БУКом сбивали. Откуда шахтерам известно и энергетикам? Сколько оно дотеряет для БУКа? Как? Так воевали же на батаре, на танках шахтера за версией России. Они восстали. Восстали. Как вас зовут? Мы? Владимир. Владимир, шахтеры восстали. Они космическими аппаратами, они космическими аппаратами уже управляют. Сколько надо? Я нахожусь в глазах. Шахтера. В том-то и дело. Поэтому мы и показываем, потому что, когда мы начинаем общаться с жителями вашего региона, вы знаете только две вещи. О том, что в Одессе сожгли невинных людей или там на Майдане, да? И о том, что Украина просто так полетела убивать жителей Донбасса. Луганская и Донецкая. Больше вы как бы не знаете ничего, и поэтому мы вам это показываем. Потому что после этого, когда я с вами провожу интервью, у нас уже более содержательный разговор имеет какое-то содержание. Нам есть о чем поговорить, понимаете? Нам есть что обсудить. Смотрите, Май-17. Самая большая потеря для международного общества. Все об этом говорили. Весь мир за этим следил. Спрашиваешь местных? Мы не знаем. Ну интересно, по правилам тебе даже смешно, да? Ну я как бы не игнорирую факт того, что этот удар был. То есть вот он в этой нарезке по хронологии, он есть. Только мы с вами так не поняли, почему вдруг это украинский самолет. Потому что для устрашения летали. Контраргумент. Российская техника. Сейчас я вам ее много покажу тут. Прям все, что я там нашел в интернете за то время. Началась война. Друг по другу стреляли. Кто знает, кто кому дал какие координаты. Чей это самолет. Почему какая цель за этим стояла. Ну давайте расскажите мне. Расскажите мне, почему вдруг злые укры решили долбануть по ОДА. А когда вообще-то целились они вообще в детей на площадке. А еще так называют украинцы укры? Или это уже... В администрации сидели, наверное, на тот момент главы, я там знаю, чтобы ликвидировать. Может быть, версия в поле. Так тогда получается, что они не промахнулись, а попали правильно? А куда попали? По площади, не по самой ОГО попали. Парф. 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 Сверху сказать. Да. Ну это одна из версий просто. Что там, наверное, сидели главы. Правильно? Наверное. А я вам говорю, наверное, Россия выслала самолет, чтобы долбануть по этой АГАГО, чтобы вы взяли оружие и пошли воевать против Украины. Это вполне в стиле россиян, кстати говоря. Не исключено. Про русский самолет я сныжу в первую из лавосинет. Ну нет, там еще была версия какого-то сумасшедшего про кондиционер, но я сразу написал. Если бы был российский самолет, это конец мая, был бы факт нарушения пространства, да? А вот эти вот чуваки на БТРах воевать не нарушения, Да. Я поражаюсь вашему вот этому вот односторонности вот этого вашего мышления. Нет, ну про кондиционер, да, и про то, что озвучивали каналы, да? Ну я, конечно, прошу прощения, информационной политикой занимался не я, а Украина и Россия и так далее. Если бы занимался я, то и войны бы не было бы, честно вам скажу. Вот могу даже, я в этом почти уверен. Ну вот как есть. То есть берем только те факты, которые есть. Про военное оружие РФ на Донбассе я сделал эту нарезку просто потому, что многие это отрицают. Это как раз тот славянский, из которого вышел гирько. Это шоколады, шампанское пили коньяк на пятерку. У меня ничего там я не видел, бочылки валялись. Втім, террористов тут досі називають ополченцями, боятся, а раптом повернутся. Венточка. А зачем мне? Ну, почитай, что там написано. А это ваша? Нет. Донбасс, Иркутск, держитесь, мы с вами, мы рядом. А, то есть понятно, кто воевал здесь. Мешканцы цим боягузам и зрадникам кажуть велике дякую, что пішли самі. Їхнє багатостраждальне місто після тримісячного правління ДНР и так важко впізнати. Я иду, у меня просто слезы на глазах. Во что же вы превратили? Вы же не создавали ничего этого. Мы боялись ходить, когда везде автоматы, везде по базару ходят, по городу ходят. Для нас это жутко. Я 42-го года, 2 февраля, в день Сталинградской битвы родилась. Я еще такого ужаса и такого геноцида, я еще не... Мне кажется, даже в Великой Отечественной войне такого не было, как у нас, а тут славян. Солдаты нам показывают цели арсеналы, залишенные террористами, зброя новых моделей российского враговництва. Вблизи села зафиксировали 5 артобстрелов. Место, откуда открывали огонь, район Куйбышева Ростовской области. В целом, с июля по сентябрь 2014 года в сообществе подтвердили 149 ударов с территории России по Украине. Это прямое доказательство, что российская армия не сепаратисты или добровольцы, либо кто-то еще, а именно подразделения российской армии проводили атаки по украинской территории. В имя Григорьева сообществу InformNapal удалось установить еще 80 его сослуживцев, участвовавших в атаках. В сеть солдаты 291-й бригады выложили множество фотографий. Скрытые стоянки в приграничных районах, орудия в боевом порядке, артиллерийские тягачи и машины подвоза боеприпасов. Такие же снимки публиковали военнослужащие других российских бригад. Прекращающиеся бои за Донецкий аэропорт с новой силой продолжились и с самого утра 4 сентября. Сейчас находимся на здании сервитажки. Здесь буквально в 100 метрах забора аэропорта. Видно, что по зданию было сделано очень много попаданий. Со стороны аэропорта часть в близости от нас. Но если додумывались травить такие фейки для того, чтобы поднять вас на войну, то, может быть, удар по вашей же ОГА был бы хорошим аргументом? Нет, но я еще раз хочу сказать, что все началось в 2014 году. Да. Правильно? Когда мы, находясь на Донбассе, наблюдали, все-таки начну сначала, наблюдали за Майданом. Так. Майдан – это свержение власти. Ну, скажем так, нашими словами. Пусть вашими словами. Наши свержения власти. Хорошо. После чего? После этой свержения власти Крым проводит референдум о присоединении к России. Естественно. Ну, что ж вы… Вот зачем? Естественно. Не надо ускорять. Это большая проблема, когда вы что-то ускоряете. Просто потому, что вы забыли, что в Крым сначала зашли российские войска, а уже потом провелся референдум. Но я еще раз повторяю, референдумы так не проводятся. Если Россия очень хочет проводить референдумы, она их может проводить на всей своей территории. Если им это очень надо. Такой референдум никто и никогда не признает. Но можно ли предположить, что… Это, кстати, был удар в спину от банского народа. У нас вертикальной власти, по сути, нет. И они, пользуясь этим, после Майдана, к слову говоря, заходят и делают то, что они делают на… Но можно ли предположить, что… Я думаю, Россия виновата и Украина. О, нет, ну, хорошо. Украина это все бросила, а Россия, как сказать, подбила. Это дало право России заходить. Ну, получается, подбила. Ну, дало право России заходить на территорию, правильно? То, что у нас был Майдан, это дало право России заходить на нашу территорию, так? Ну, не то, что дало право. Ну, не то, что… А что? Это подняло то, что бросили. Ну, я не понимаю, кто достал Крым? Подняло. Кто его бросил? Ну, потому что в смысле власть был. У меня было власть, ничего не было. Никто не управлял… В смысле? Там была власть. Там точно так же зашли зеленые человечки. Там точно так же само забрали украинскую власть, поставили право. Есть ли у власть? Была власть? Не было власть никакой. Какая дня была? Ну, кратча. Там каждый портфель, я думаю, там, на себя. Ну, в смысле, как на себя? Что будут тянуть портфель на себя? Кто за законодательством Крым? Это не заинтересован право России туда заходить. Крым-то не было, он сбежал. Как не было? Был исполняющий обязанности. А он все в Крым сбежал. Он сбежал в Крым. И был исполняющий обязанности. У вас там целый президент. Ну, не у вас, а в Крым тут целый президент приехал. Был исполняющий обязанности. Ну, то есть страна не оставалась без власти. Ну, ну… Можно опросить в процессе. Да, да, да. Зашла Россия, аннексировала Крым. Ну, если предположить, что переворот был антиконституционный, так? Давайте предположим. Ну, только давайте агументировать как-то это. Ну, как свержение власти, а по конституции такого нет. Ну, нет. Это просто слова. Свержение власти. Ну, давайте подтвердить. Свержение власти. Продолжить, так? Да. Ну, нет. Давайте детали про свержение власти. Потому что я знаю, что Янукович взял, собрал павлинов своих и убежал. То есть это не свержение власти. Там было заседание, на котором он присутствовал. Он разговаривал там, кто там Кличко был, да? Да. О чем они там разговаривали, чтобы… Велись переговоры. Велись переговоры, чтобы прекратить вот эти массовые протесты, так? Да. И того, что требовали они. Ну, мне этого неизвестно. Вот именно. Ну, я хочу расширить это. Предположим, что, не заходя зеленым человечком в Крым, которые должны были обязательно взять под контроль Морфлот. Потому что кто бы следующий стал бы у власти, и что бы было с Морфлотом Российская Федерация… Ну, это я так, образно говорю. Ну, я понял. Вы пытаетесь оправдать действия России. Я же слушаю его. Допустим, это касается непосредственно Крыма. Зеленые человечки не заходили в Киев, допустим. Это Крым то, что является… Тогда они не заходили. В 22-м уже попытались. Нет, в 14-м. А знаете, что в 22-м не зашли? Да, я знаю, что… Что они вообще там оказали? Потому что получили пизды. Ну, согласен. Согласен. Так вот, провели они референдум в Крыму, чтобы взять под контроль. Взять под контроль. Естественно, мы как жители Донбасса, мы тоже этого захотели. Ну, понятно. Выйти из состава Украины, так же, как в Конституции Украины написано, что… Ну, вы ж-то за всех не говорите? У нас было большинство. Да? А почему здесь три человека подняли руки? Может, кто-то просто побоялся? Давайте, кто был на референдуме? Вы поднимите честно руки. Я же не спрашиваю, как вы голосовали. Просто, кто был на референдуме. Тут почти все слова. На тот момент было и некогда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Не надо два раза. Восемь. Владимир! Это вы два раза или вы не были? Я прошу прощения, но ваши слова не отражают объективную реальность. Давайте сколько Донецк? Есть один, два. Поднимите руки, кто из Донецка, Луганска. Я с Луганска. Да. А эти летом, очереди были огромные. И вот тут поделили… Не надо про огромные очереди. Я вам такие очереди сейчас наснимаю. Я сейчас беру десять ваш человек, я вам снимаю такие очереди, чтобы просто не просунуться. Не надо. Зачем вам здесь снимать эти слова, которые являются на референдум, это из поселка. Ну, да. Весь поселок пришел на референдум. Ну, весь просто был, где люди привалили. Ну, я понял. Я опираюсь на то, что вот я вот здесь сейчас вижу. Вам, мне рассказывать, что там никого не было? Я не говорю, что никого не было. Я не говорю, что… Ну, ваш поселок, во-первых, пришел на референдум, а я считаю, например, что 99 вашего поселка пришли из-за того, чтобы проголосовать за Украину. Что дальше? Ну, хорошо. Были какие-то международные наблюдатели, были какие-то зафиксированные результаты этого референдума. Нет. Ну, о чем мы говорим? А здесь мы видим присутствующих вот человек. Вот 60 человек сидит. Вот 50 из них из тех регионов. Вот 8 из них мы насчитали, которые были на референдуме. Не спрашивали, как вы голосовали. Мы находимся в доме отдыха или в плену? В плену, а что за такого? Ну, вы находитесь в плену у цивилизованной страны. Вы общаетесь с цивилизованными журналистами. Я не понимаю, Владимир, а что вы говорите? Вы не в России, вы можете говорить. Ну, то есть вы боитесь признаться, что вы ходили на референдум, но пошли воевать и оказались в плену? Ну, вы все равно судят. Вы все равно… Вы же шли воевать против Украины, правильно? Входим на референдум. Ну, а что люди боятся? Признать, что они конкретные референдумы? Я в моей базе не хотел, потому что я вообще-то украинец. Это раз. И что я должен прийти убивать украинца, украинца, у которого есть, как у меня, дети, внуки, из-за того, что дядя Вова Путин захотел это? Ну, мы тоже спрашивали. Какого хрена я должен стрелять в такую же Украину? Так, а вы как украинец, вы как на референдуме все-таки проголосовали, интересно? Не, ну, в 14-м году… За отсоединение Донбасса, как же было там сформулировано? Автономия. Автономия заставит Украина. Вот так. Ну, тут просто те, которые я нашел в сети, там была независимость Донбасса. Донбасса за автономию заставит Украины. О, видите. Видите? Распоряжался своими бабками, то есть Киеву, да, на год. Так вы еще и не совсем из-за России были в таком случае. И в то же самое время, вот мы сейчас с вами смотрим видео, где заходят российские войска, где некоторые встречают их с удовольствием. Ну, в том-то и не дело, что… Давайте досмотрим, да? Построители колонной техники. Самая большая колонна техники, которую я видел в Донецке когда-нибудь. Колонна уже километра три идет. Шахт. Шахтеры. Уголь-нуголь. Ну, верняк. О, уголь. Это антрацит. Это комбайн, который… Мне кто-то рассказывал, что те, что на комбайнах ездить, это похоже так же танк водить. Вот это на интервью. Да. У нас около 300 человек, да, около 300 человек вообще. Боевой опыт, естественно, имеется от 10 до 20 лет. Практически 70% спецнаба. Шахтеры, извините, с бородой. Так, по ним, на них, на них, на них, на них, на них, на них написано, что они с горлов, все. Или с красного луча. Здесь, как и остаемся, это еще с майских событий. То есть, в то время народ, не у народа спрашивалось, а против карателя, в принципе, не ухваливали. А я уже забыл эту терминологию. Каратели были еще, елки, укры, укропы. Это все подзабылось. Сейчас проще, сейчас все натовцы. Натовцы, да. Где моя пси, вопрос, знаешь? Помогла бы в путешествии. Ну, шахтеры, как, да? Уголь выстреливает. Смотри, шахтеры, валь. Просто, куда валят, хер поймешь, честно говоря. Приедает оно куда-то там по вашим домам или нет? Придется пахать, пахать и еще раз пахать. А пахать здесь приходится постоянно и независимо от погоды, времени, дня и года. Уаль, пошел, не? Я тебе... Привет, че! О, смотри. Привет, у Аллы! Точно. Точно. Точно, житель Донбасса, именно. Жители Донбасса поехали. Да, все у них стояло там. Это все у них там было. Просто вы не знаете. Янукович, что, наверное, не только она из Траусов забрал, они же штанки тоже забрал. Два года назад Донецк вооруженные сепаратисты выверен на центральную улицу города около полусотни украинских солдат. Собравшаяся толпа оскорбляла их. Вот они, Женевские конвенции. Вот где вывели наших стран. А давайте мы так тоже попробуем, где-то во Львове, да? Вот нормально вы будете пройтись. Я боюсь, что там помидорами не закончится. Это непризнанная банановая республика, конвенция не подписывается. Да. Вот нормально. А это по-нашему. Демократическая страна. Ну вас не беспокоило, да, что пацанов вот это вот вывели, я унижаю публично? Я через Харатник пошел. А, не беспокоило, потому что уже рассказали про мальчиков, трусиков. То есть вот так все знали, что уже рассказали про... Русские военные пленные? Ну, я за спину наручниках, я шел. Ну, вас публично перед этим людей построили, объявили о том, что вас будут везти, или вас просто вели по улице? Просто показывали разрушение, да? Ну, вас надо транспортировать. Ну, может быть, да. Да. Поэтому это просто вы увидели обыкновенную реакцию обыкновенной женщины. А если вы еще зайдете ко мне под видео в комментарии, почитаете, что украинцы пишут, это при том, что YouTube 90% таких комментариев блочит, то вы сразу поймете, какие вы защитники. Просто. Забрасывало мусором. Снижение пленных шокировало мир, а правозащитники увидели в этом признаки военного преступления. БТРы, танки, гаубицы. Это репетиция парада 9 мая в оккупированном Донецке. На эксклюзивном видео репетиции парада, которые нам удалось получить, четко видны особенности модифицированного БТР-80. Он никогда не был на вооружении украинской армии. Вот его отличительная черта. Новый российский прицел ТКН-4ГА-01. Впрочем, это оборудование не впервые попадает в объектив камеры на Донбассе. На прошлогоднем параде именно на этой модификации БТР-80 ехал боевик Моторола. Теперь уже покойный. Еще один промах, который подметили волонтеры Информ Напалма, военные грузовики. Именно они будут буксировать пушки во время парада. В первую очередь это КАМАЗ-5350, семейство «Мустанг». Его выпуск начался только в 2003 году. Узнать грузовик можно по модифицированной системе подачи воздуха. Ее элементы хорошо видны на нашем видео. Это любительское видео снято 1 ноября 2014 в Донецке. В объектив камеры местного жителя попало сразу два десятка таких грузовиков. Стандартная ситуация. Военная техника. А это самое начало боевых действий на Донбассе. Конец мая 2014. Жители Донецка приветствуют боевиков из группировки «Восток», которых привезли в центр города на нескольких новеньких КАМАЗах. А так выглядел один из этих же грузовиков через два дня, расстрелянный украинскими военными. Здесь тоже можно хорошо рассмотреть поврежденный воздухозаборник, которым и отличается новый КАМАЗ. И вот в колонне во время репетиции появляется тяжелая артиллерия. Боевики решили козырнуть несколькими зенитно-ракетными комплексами «Стрела-10». Это оружие для уничтожения воздушных целей действительно советского производства. И действительно есть на вооружении украинской армии. Но только на оккупированной территории таких ЗРК никогда не было, уверяют в Венштабе. В первый взгляд все советские танки между собой похожи. Но есть детали, с помощью которых можно определить, что и эта техника могла быть поставлена только из РФ. Яркий пример. Три танка на обочине в районе Дебальцева. Среди тентованных грузовиков в колонне выделяются броневики. Их на видео проезжает более десятка. БПМ-97. Российский легкобронированный автомобиль. В разных модификациях используется вооруженными силами и спецподразделениями Российской Федерации. Принят на вооружение в России в 2009 году. В Украину оставок не было. Они засветились на учениях группировки ЛНР в конце 2014-го. Но использование БПМ-97 на фронте всячески пытались скрыть небезызвестные наемники ЧВК Вагнера во время боев за Дебальцева. Может быть вы подскажете мне, что делает на территории суверенного государства Украина российский танк Т-72 или танк Т-90А? Что делала БМД-2 под Новосветловкой Луганской области 25-го, 08-го, 14-го года? Вам нужны доказательства? Пожалуйста, отчеты ОБСЕ. Фото, видео, ютуб. Я могу скинуть ссылки. Тяжелая огнеметная система Буратино российского производства, также зафиксирована на территории Украины ОБСЕ, имеет площадь поражения до 40 тысяч квадратных метров. Что она здесь делает? Я писаю вам следующие слова, которые вы охарактеризовали как конфликт на Украине. Пусковой крючок войны все-таки нажал я. Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге все бы кончилось как в Харькове, так в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестовленных. На этом бы и кончилось. Это мои слова. Я их сказал про Хану еще в 2014 году. И в принципе в них содержится правда. Я говорил то, что считаю правдой. Действительно, если бы наш отряд не пришел на Донбасс и не стал бы ядром сопротивления, ядром русской весны на Донбассе, то скорее всего без этого ядра русская весна была бы подавлена за Россию. Это просто к слову к тому, что вот россиянин еще один, насколько я их уже показал, тоже стал ядром сопротивления вдруг. Ну поймите, это все и привело к последующим смертям. В том числе началась как бы настоящая война. То есть, ну кто знает уже, кто куда стрелял, это уже никто никогда не установит. Но если бы вот этих вот обезьян там не было, то ничего бы и не было. А вот эта обезьяна сейчас, здесь написано в Донецке, но мне кто-то говорил, что это то ли Горловка, то ли Макеевка. Будет будить людей? Будить людей. Казармина это часть, он будил своих бойцов. Молодец. Он уже долб***ал своих будильников. Молодец. Ну там, слышь, мальчик. Ну классный пацан. Ну это он своих военных. Нет, ну а он мог промахнуться, как думаете? А может и... Там рядом, скорее всего, рядом ничего жилого. А, скорее всего, ничего не было рядом. Скорее всего или точно? Я не знаю. Потому что могло куда-то прилететь в мирный дом. Сказали, что нацисты, фашисты-бандеровцы обстреляли, например. Почему нет? Давайте посмотрим. Знаете? А жизнь? А не, не могу. Он же точно знает. Ему же люднее. Он вообще вменяемый, разумный человек. Такие, знаете, фигни не сделают. Сейчас-то будем ждать. Ну просыпайтесь, ребята. А? Долго будем, блядь. Как врачи полетит. Получай. Тоже интересное видосико. Стой, 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 стой. Он тут же ж... А, ну это, 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 это надо. Это надо. О, еб... Можно, что вы здесь вот? Я же с вами только, что перейдем вон по нам. А может, взять, динамику не взять? Нет, не надо. Нет, не надо. Как там коровы гражданские, которые там... Ничего. Но им же всегда можно сказать, что это сделали укры, да и все. Мальчика в трусиках показать. Сожженного какого-то в темноте непонятно что, непонятно где. Моторола Павлов, его фамилия, он россиянин. Бородай россиянин. Стрелков россиянин. Вот почему 8 лет нам били бомбас. Там прописался русский мир, война, нищета и смерть. Ну что не так? Ну не пришли бы они туда, не было бы. Понимаете? А Майдан, это действительно был наш внутренний конфликт. Это правда. И мы могли бы его разрулить. Без них. А вот война настоящая наступила. После этого. Тут еще пару буквально таких... Не помешает, я думаю. Для общего развития. Для общего, как говорится. Тем не менее, потерь среди мирного населения за 8 лет было значительно меньше, чем за 4 месяца проведения так называемой спецоперации. Это сейчас приведу статистику. Жилые районы, что я говорю. Жилые районы. Ну вот это видео с 14-го года в Ютубе. Как меня заблокировали, вообще не знаю. Ну вот стоят российские в жилых кварталах. Гасят. Ну а просто, да, вот вам в том-то и дело известно. А когда я разговариваю на интервью, спрашиваю. Видели российскую технику? Какие-то там... Нет. Нет и все. Понимаете? Но ведь в ответку же в этот дом могло же бы и прилететь. И прилетало. И прилетало. А как иначе, друг мой? Продолжение следует. Продолжение следует...